Здравствуйте, друзья, здесь Деменков Юрий. Сейчас я хочу рассказать о том, как можно перевести деньги юридическому лицу за границу. Такая ситуация возникает регулярно, когда, ну, скажем, требуется заплатить за отель, заплатить еще за что-нибудь, заплатить за страховку зарубежную, вот как в данном случае будет. Поэтому возникают проблемы у людей, и они думают, как это сделать. Но прежде всего я хочу сказать, что для того, чтобы перевести деньги за границу, нужен, во-первых, подтверждающий документ, сейчас мы это увидим, и, ну, счет, счет по-английски invoice называется, вот, и, а то есть основание для платежа, то есть основание от той организации, куда мы хотим заплатить счет, и в этом счете будут реквизиты банковского перевода, SWIFT реквизиты. Переводы производятся за рубеж через систему SWIFT. Это, в общем-то, недешево операция стоит. Российский банк за это берет, как правило, 20 долларов или евро комиссию. Комиссия там за рубежом обычно 1%. Это очень-очень немало. Вот, ну, вот такие комиссии грабительские. Но, тем не менее, иногда возникает такая ситуация, когда просто нужно заплатить, и сейчас мы увидим, как это сделать на примере платежа в социально-накопительную программу в австрийскую. Итак, что у нас есть? Вот сейчас я нахожусь в банке Тинькофф. Смотрите, я сказал уже, что комиссии во всех банках 20 долларов или евро. У Тинькоффа эта комиссия 15 долларов или евро. Поэтому у Тинькоффа все намного лучше. Вот, смотрите, что у меня есть. У меня есть, вот, полис социально-накопительной программы. Вот он. Вот полис. У него есть соответствующий номер. И здесь написано, премия, подлежащая оплате, 3 434 евро. И вот здесь есть все реквизиты. Вот они. И сейчас мы будем эти реквизиты вносить. Так, сейчас я посмотрю. Да, все это возможно. Вносить в платежную систему Тинькофф банка. С другой стороны, значит, смотрите, что я сделал в Тинькове. В Тинькове я сделал, во-первых, у меня счет у Тинькова мультивалютный. Что это значит? Это значит, что там могут храниться одновременно рубли, видите, доллары и евро. Ну, в данном случае платеж будет в евро, поэтому здесь деньги лежат в евро. Как я их туда положил? Я их взял наличными и запихнул в банкомат Тинькофф. Банкомат Тинькофф принимает евро на ура и кладет их на мультивалютный, ну, как бы вот на соответствующий счет по умолчанию. Это счет в евро. То есть одна карта Тинькофф объединяет одновременно три счета, как бы. Это Тинькофф рублевый, долларовый и евровый. На рублевый счет начисляются проценты, 6% годовых. На долларовый и евровый ничего не начисляется, ни проценты, ни кэшбэк. Вот, ну, это так, отступление. Итак, значит, заходим в счет евро. Вот. И пишем оплатить организациям. Оплатить организациям, потому что мы будем оплачивать организациям. Юридическому лицу. Здесь есть вариант. Юридическому лицу в бюджетной организации оплата налогов и сборов. Свифт-перевод юридическим лицам. Выбираем свифт-перевод. Вот он, свифт-перевод. Внутри РФ или международный. Выбираем международный. Тип перевода. Вот здесь очень-очень важно. Тип перевода. За медицинские услуги, за услуги, связанные с получением образования, за покупку авиабилетов, за туристические услуги, услуги отелей и гостиниц, за проживание, за аренду, приобретение товаров личного пользования, безвозмездная финансовая помощь. Будут вопросы. Сразу могу сказать. Безвозмездная финансовая помощь учредителя. Если у вас есть, скажем, если вы зарегистрировали за границей фирму, то, пожалуйста, это будет взнос фирмы. У вас будут проблемы, конечно же, с этим переводом потом. Предоставление беспроцентного займа по договору. Предоставление процентного займа по договору. Возврат займа по договору. Выплата процентов по привлеченному займу. Пополнение электронного кошелька. Операции по договорам доверительного управления, то есть управляющую компанию иностранную можно заплатить. Но все это должно быть зарегистрировано. Вы должны поставить в известность, если у вас есть фирма или зарубежный счет, вы должны поставить в известность налоговую. За информационные услуги, за участие в конференции запросто, за строительные работы, ага, виллу строите, за юридические услуги, для работы на рынке Форекс, на условиях маржин трейдинг, приобретение недвижимости, боевой взнос жилищно-строительный кооператив с целью приобретения права собственности на жилое помещение, долевое инвестирование в жилищное строительство. Не думайте, что это все так легко получится, потому что такие вещи, там сказать, ну, у вас возникнут вопросы с налоговой точно совершенно. За консультационные услуги, за транспортные услуги, пожертвования в некоммерческую организацию, в церковь, за услуги связи, оплата штрафа запросто, консульские сборы, перечисление страховой премии с указанием вида страхования, это то, что мы сейчас будем делать. Выполнение работы оказания услуг, перевод в пользу брокера для покупки ценных бумаг, взнос уставный капитал, покупка доли пая в уставном капитале иностранной компании, покупка ценных бумаг в иностранной компании. Вот, мы выбираем перечисление страховой премии с указанием вида страхования. Перетащите или загрузите фотографию. Он сохранен в виде PDF. Загрузить фотографию. Вот он. Сумма. Смотрим сумму. 34, 34. Почему 34, 34? Потому что надо 3400 перевести, и 34 это уже там внутри, за границей будет перевод, 1% берется. 3434. Переводим. 3434 евро. Комиссия за перевод 15 евро взимается банком. Продолжить. Фамилия отправителя. Есть. Заполняем все латиницей. SWIFT код получателя. CTRL-C. CTRL-C. Это аналог нашего БИКа. И БАН. Вот он. SWIFT код банка корреспондента. Сейчас посмотрим. Скорее всего, его нет. Нет. Банка корреспондента нет. Ну, это Deutsche Bank обычно. Счет в банке корреспонденте. Нет. Комментарий к переводу. Вот здесь очень важно. Вот все вот это перекопируем. CTRL-C. CTRL-V. Чего не хватает? А, название организации, конечно. Так, поле неправильно заполнено. Проверяем. Все. Не допускается, видно, дробь. Да, вроде все. Поле неправильно заполнено. Кроме знака плюс. Посмотрим. Может быть вот это? Угу. Адрес организации. Угу. Название организации. Так, страна, регион, город, Никосия. Адрес. Так. Да, все заполнено. Перевести. Вы видите, что сумма на счете евро уменьшилась. Деньги ушли. Вот так довольно легко переводится деньги за рубеж. Точно так же, как внутри России. Ничего страшного в этом нет. Просто надо аккуратно заполнить. Поля и отправить в банк скан того документа, инвойса, который есть. Ну или, так в данном случае, страховой полис. Все. Спасибо за внимание. Я надеюсь, что это видео будет полезно многим, кто пытается купить, скажем, авиабилеты в зарубежной компании, или оплатить отель, или оплатить участие в конференции и так далее. То есть, ничего страшного в этом нет. Все делается легко. Делайте это через банк Тинькофф. Если у вас еще нет карты банка Тинькофф, то, значит, соответственно, в описании к данному видео вы сможете найти ссылку, как сделать эту карту Тинькофф и получить при этом выгоду в 300 рублей. Спасибо за внимание. С вами был Демитров Юрий. Демитров Юрий.